привет друзья деревня на связи сегодня мы с вами приготовим жульен в булочках для гамбургеров а также бонусом я расскажу очень крутой огородный лайфхак как сделать таблички для рассады и микрозелени буквально за пять минут все продукты которые мы будем использовать перед вами для начала берем емкость и соевый соус здесь уже часть я залила заливаем соль использовать мы не будем от слова совсем соевый соус в этом поможет а можно взять куриную грудку у меня филе бедра немного шампиньонов лук все чистим и засыпаем маринуем в нашем соевом соусе филе бедра мы как следует промыли и просушили на бумажном полотенце режем средними кусочками закладываем маринад следом за корочка у нас также и тут и шампиньоны режем средними кусочками можно чуть-чуть помельче а вот лук лучше порезать помельче чтобы он не хрустел в наших булочках вот что у нас получилось оставляем на полчаса час добавляем сюда чесночку я бы с удовольствием добавила горчицу но мои дети не едят горчицу через час сливаем маринад и даем немного постоять на горячей сковороде разогреваем растительное масло добавляем нашу начинку сначала тушим под крышкой минут 10-15 затем крышку убираем до полного выпаривания сока добавляем сливки и прогреваем на медленном огне снимаем крышку булочки и вынимаем всю мякоть мякоть не выкидываем она отлично подойдет на фарш для котлет включаем разогреваться духовку на 180 200 градусов разогревается духовку что самый лайфхак у рассаде и микрухи как не забыть что куда посадил что мы насадим а потом гадаем что же тут у нас ладно с подсолнечником надо есть что сюда посадила господи боже ай да он помни я вам больше скажу сюда я вообще не помню что сажала и когда как же этот вопрос нам исправить ужасный нам понадобятся с вами обычные зубочистки и малярная лента ну из подручную конечно ножницы и ручка погнали отрезаем кусок малярной ленты примерно 8 сантиметров нам будет достаточно помещаем зубочистку прямо посередине ну и складываем наш флажок на малярную ленту идеально ложится ручка не выгорает и не смывается для рассады и микро зелени на подоконнике вариант просто идеальный и идеально ну а мы вернемся к нашему жульену трем сыр любой на ваш вкус я взяла российский в булочку выкладываем нашу начинку поплотнее и засыпаем все сыром сыра я взяла примерно 100 грамм сверху у нас пойдет шапочка для булочки ну и конечно для себя любимая сделала ппшный вариант жульен в помидорке посмотрим какой он на вкус будет 15 минут и готова давайте пробовать девочки если бы слышали этот хруст она такая мягкая внутри хрустящая снаружи а сыр если бы мы взяли моцареллу он бы еще так тянулся конечно добавлю еще зеленушки девочки также если бы объявляю что это реально вкусно дева это нереально вкусно я вот прям вот зуб даю очень вкусно